Заседание провел губернатор Ульяновской области Алексей Русских. Глава региона начал с печальных новостей, сообщив о скоропостижной смерти главного редактора информационного портала Уллпресса Дмитрия Ежова. Этот замечательный неравнодушный человек, настоящий патриот нашего края, ушел слишком рано, 47 лет всего. У Ульяновской области будет не хватать его идей, его желание сделать мир лучше. Это невосполнимая утрата. Светлая память настоящему гражданину нашего города и области. 9 ноября в законодательном собрании депутаты в первом чтении заслушают проект бюджета Ульяновской области на 2023 год. Алексей Русских поблагодарил парламентариев за большую совместную работу над проектом региональной казны. Я лично встречался со всеми фракциями областного парламента. Мы обсудили все нюансы бюджета и постарались учесть все пожелания депутатов. Мы можем констатировать сегодня, что, как и в прошлом году, в регионе сформирован бюджет с крепким социально ориентированным фундаментом. 28 октября губернатор подписал указ о единовременной выплате членам семей мобилизованных. В таких семьях на каждого несовершеннолетнего ребенка и беременным женам мобилизованных на сроки более 22 недель единовременно выплачивают 20 тысяч рублей. На сегодня мы приняли более 2000 заявлений, если быть точнее, это 2084 заявления на несовершеннолетних детей и 34 заявления на беременных женщин. На вчерашний день были проведены выплаты на 1905 детей и на 29 беременных женщин. С 23 сентября начала работу горячая линия 122 для мобилизованных граждан и их семей. С начала ее работы от ульяновцев поступило около 15 тысяч звонков. Мобилизованные и их семьи также могут обратиться на портал госуслуги и задать любой вопрос в своем личном кабинете. На этот портал по состоянию на вчерашний вечер уже поступило 1167 обращений граждан, в которых они от вопросов, что делать, и до жалоб более конкретных задают различные вопросы. Что касается добровольцев, в Ульяновской области их практически уже 600 человек подали через этот сервис. За последнюю неделю на территории региона был зафиксирован 41 инцидент на коммунальных сетях в 10 муниципальных образованиях. 26 из них на сетях холодного водоснабжения. Основной причиной возникновения штатных ситуаций является физический износ самих сетей. По превышению сроков, в соответствии с данным анализом, зафиксировано по сетям водоснабжения 4 инцидента. Это в городе Ульяновске и в Сенгелеевском районе. Работы были связаны со сложностью проведения восстановительных работ. В городе Ульяновске продолжают бороться с дорожными пробками. Глава города Дмитрий Вавилин доложил губернатору Алексею Русских, что на дорогах настраивают зеленую волну, которая уже до конца года сократит время в пути по городу на 10-15 минут. На улицах Нариманово, Минаево, Кирово, Локомотивный 49 светофоров войдут в зеленую волну до января. Еще два маршрута улучшат до июня 2023 года.